Триллиона и трехсот миллиардов долларов с Германии мало. Польский СЕМ решил, что ущерб Польши за оккупацию должна возместить и Россия, но какой еще надо подсчитать? В российском МИДе польскую инициативу назвали шарамыжничеством. Что дальше? Польский СЕМ решил, что Россия наряду с Германией должна возместить ущерб Польше. Парламент принял соответствующую резолюцию, правда и без конкретики. По словам депутата от партии власти Аркадьуша Муларчика, о потере Польши от действий СССР нуждается в подсчетах и оценке экспертов. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала польскую инициативу шарамыжничеством. Чего теперь ждать? Комментарии Георгия Буфта. Тема репарации с Германией стала обсуждаться в польском обществе после прихода к власти в 2015 году правонационалистической партии «Право и справедливость», став фактически официальным курсом страны в 2018 году. В 2019 году была озвучена и желаемая сумма – около 850 миллиардов евро. Берлин, в свою очередь, не раз заявлял, что вопрос закрыт еще в 1953 году, когда Польша официально отказалась от репараций. На что в Варшаве утверждают, что тогдашний премьер Польской Народной Республики Берут был агентом Сталина. Сумма ущерба от того, что в Польше называют советской оккупацией, начиная с операций Красной Армии в сентябре-октябре 1939 года, проведенной в соответствии с пактом Молотова-Риббентропа, Варшавой никогда не называлась. Как известно, Польше по итогам Ялтинской и Потсдамской конференции причитались репарации с Германией в размере 15% от советской доли, в нынешних долларах примерно 400 миллиардов. Однако в последнее время поляки стали утверждать, что они успели получить от Москвы лишь примерно половину положенного. Впрочем, это до сих пор не перерастало в требования доплатить. Начиная как раз примерно с прихода к власти ныне правящей партии, начались активные исторические изыскания на тему людских потерь, депортаций и репрессий, учиненных советскими властями сначала в 1939-1940 годах, а затем после освобождения Польши в 1944 году. И дело тут далеко не ограничивается теми примерно 29 тысячами из 240 тысяч военных, взятых в плен в 1939 году Красной Армии и расстрелянных затем под Катынью, Осташковом, Козельском, Старобельском и в некоторых других местах, включая Киев и Харьков. Современные польские историки предъявляют претензии и за несколько волн массовых депортаций, общее число жертв которых достигало даже превышал, по некоторым оценкам, миллион человек. Они также не признают никаких воссоединений Западной Белоруссии и Украины с советскими республиками, а говорят, что Сталин оттяпал у Польши почти половину территорий. Что это, если не переписывание итогов Второй мировой? Копаться в истории, исходя из текущей политической конъюнктуры, занятие которой может далеко завести. Не надо искать тут иной логики. Тем более искать попытки объективно посмотреть на историю первой половины 20 века, когда вся международная политика вообще строилась на совершенно иных, куда более циничных принципах. Потому что если искать тут логику, то тогда почему бы не потребовать у Украины компенсации за волынскую резню, жертвами которой от рук признанных теперь у нас террористами УНАУНСО стали до 60 тысяч человек. А Литве предъявить за отжатый в сговоре со Сталином Вильно. Да и чехам найдется, что предъявить. У них ведь сначала захватили в сговоре с Гитлером Тешинскую область, а затем после войны пришлось отдать обратно. Кстати, договор об урегулировании 1958 года был подписан Польше и Чехословакии под давлением СССР. Или можно вспомнить словацкое вторжение в Польшу в том же сентябре 1939 года, когда армия численностью 50 тысяч заняла земли, которые были ранее утрачены Чехословакией в результате конфликта с Польшей в 1924 году. Конечно, этих претензий соседям не предъявят. А вот по теме репараций с Россией, надо полагать, именно Варшава, вбросив этот тезис в связи со Второй мировой, станет едва ли не главной движущей силой с тем, чтобы увязать данный вопрос с мирным урегулированием рано или поздно на Украине, отталкиваясь в подсчетах, конечно, не от данных польского просоветского правительства 1947 года, а от суммы уже арестованных, золотовалютных и иных активов нынешней России. Польша потребует от Германии более триллиона долларов репараций. Такую сумму в польской правящей партии оценили ущерб, причиненный стране во время Второй мировой. О том, насколько реалистичны эти требования. Польша припомнила Германии Вторую мировую. Варшава может потребовать от Берлина репарации за ущерб, нанесенный в годы войны, заявил глава правящей партии право и справедливости Ярослав Качинский. Свои требования поляки оценили в триллион с лишним долларов. Было решено подать заявление о репарациях против Германии. Отметил Качинский, добавив, что за время Второй мировой войны Польша потеряла более пяти миллионов человек. Ранее депутат от той же партии Мулярчик заявлял, что Германия, скорее всего, выплатит требования Польши военной репарации. О том, насколько реалистичны эти требования, в комментариях Георгия Буфта. Почему сейчас, когда Европейский Союз старается сгладить любые противоречия внутри блока ради противостояния с Россией? И откуда взялась такая огромная сумма, которую теоретически нельзя назвать совсем уж неподъемной для ФРГ? Но почему она вдруг должна платить, спустя столько лет после войны? Для понимания масштаба, годовое ВВП Германии составляет 3,8 триллиона долларов. Взаимный товарооборот между Польшей и ФРГ около 180 миллиардов долларов, причем торговля сбалансирована, а размеры экспорта и импорта примерно совпадают. Германия главный торговый партнер для Польши внутри Евросоюза. Однако тема репарации поднимается не впервые после прихода партии «Право и справедливость» к власти в 2015 году. Хотя, например, в 2019 году ущерб был оценен в 850 миллиардов долларов, а официально до сих пор Польша свои требования не оформляла ни разу. Самое простое объяснение этой смелой инициативы носит сугубо внутренний для Польши характер. Правящая партия пытается взбодрить свой электорат, привычно для себя играя на националистических чувствах. И хотя «Право и справедливость» по-прежнему опережает по опросам оппозиционную гражданскую платформу, на фоне нынешних экономических трудностей разрыв сократился. А с Германией имеются и другие споры, связанные уже с военными действиями на Украине. Польша находится на втором месте по объемам военной помощи Киеву после США, хотя и с большим отрывом. Практически с начала военного конфликта Варшава обвиняет Берлин в том, что Германия помогает Украине мало, зато, мол, покупает газ у Путина. Также Варшава высказывает Берлину претензии по поводу того, что он не выполняет собственные обещания, сделанные еще весной, о том, чтобы компенсировать союзникам по ЕС и НАТО те поставки военной техники, которые будут отправляться к Киеву. Кроме поставки пяти танков «Гепард» Чехии, пока Германия своих обещаний не держит. Польша, в частности, которая передала Украине 280 советских танков Т-72, рассчитывала в обмен получить немецкие танки «Леопард» или БМП «Марда», но не получила. Но также громкие заявления о репарациях стоит рассматривать в контексте стремления Польши стать новым молодым европейским лидером, по крайней мере для Восточной Европы, потеснив оттуда ту же Германию и Францию. Частью этой же концепции является национальная идея об особой жертвенности Польши, как в годы Второй мировой войны, так и сейчас, во время конфликта на Украине, когда именно Польша приняла наибольшее число беженцев из этой страны. Согласно такой логике, лидер, претендующий на особую роль в Европе, не должен предпринимать лидерские шаги или акции. Тут стоит напомнить, что у Варшавы и с руководством Евросоюза отношения особые. По итогам давнего спора о правомерности польско-судебной реформы, весной текущего года ЕС подтвердил санкции против Польши за нарушение принципа верховенства закона и европейских ценностей. МИД ФРГ уже заявил в ответ на очередное требование Варшавы, что вопрос о репарациях закрыт. Он был закрыт еще в начале 50-х, просто Польша его вновь приоткрывает. И там есть еще одна закладка. Вопрос о репарации к Германии за ущерб, причиненный в ходе Второй мировой, был решен в 45-м году на Ялтинской и Подзамских конференциях. Лидеры великих держав решили, что репарации должны быть выражены в материальной форме. Заводы, машины, оборудование, товарные запасы. В отличие от репараций после Первой мировой, которые взымались только в денежной форме. Общая сумма германского имущества, которое страны-победительницы могли вывести из своих зон оккупации, не была оговорена. Примерно речь шла о 20 миллиардах тогдашних долларов, из которых половина причиталась СССР. Это было значительно меньше сумм, которые причитались Германии после Первой мировой. И союзники пошли на это сознательно, исходя из того, что репарации должны были лишь частично покрыть ущерб от войны, что их следовало брать в натуральной форме и в посильных для немцев объемах, чтобы не получить подъемы реваншизма, как после Первой мировой. Также Советский Союз должен был дополнительно получить из зоны оккупации США, Великобритании и Франции примерно четверть демонтированного там оборудования. А вот Польше репарации причитались уже из советской доли примерно 15%. СССР вывесит из своей оккупационной зоны имущество на сумму 15,8 миллиарда долларов. В нынешних долларах это 400 миллиардов. Поставки из западных оккупационных зон в счет репарации для СССР прекратились в 49-м году после создания ФРГ. В начале нулевых Польский институт международных отношений подсчитал, что из советской доли Польше досталось лишь 7,5%. Когда в 53-м году в ГДР вспыхнуло восстание против ускоренных и жестких методов ведения социалистических порядков, СССР заключил с ГДР соглашение о прекращении с 54-го года взимания репараций. С руководством Польши это было согласовано на сейчас, и с этим трудно спорить. Варшава утверждает, что тогдашнее руководство Польши просто не могло возражать Москве и пошло на сделку по принуждению. Это и есть еще одна закладка в польском требовании, потому что мало сомнений в том, что после окончания военного конфликта на Украине именно Варшава будет в числе первых, кто поднимет вопрос репараций с Россией. Танки раздора между Германией и Польшей обострились отношения. По данным журнала «Шпигель», Варшава передала Украине почти все свои танки советского производства и просила заменить их на новейшие немецкие. Но Берлин до сих пор этого не сделал. Отношения между Германией и Польшей обострились из-за танков. Об этом сообщил немецкий журнал «Шпигель». По данным издания, Варшава передала Украине почти все свои танки советского производства, их около 250, и просила заменить их на новейший немецкий «Леопард», но Берлин до сих пор этого не сделал. Их просто нет в наличии, отмечает издание. При этом в Польше подчеркнули, что немцы обещали укрепить обороноспособность Варшавы, но так ничего и не сделали. Дело в том, что часть европейских стран, в том числе Германия, считают, что конфликт нужно разрешить дипломатическим путем, а не военным, говорит президент Ассоциации евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина. Первым был президент Макрон, который позвонил Зеленскому и предложил поступиться частью суверенитета, чтобы дать возможность России без потери лица выйти из этого конфликта. Затем Германия к этой же позиции присоединилась, хотя здесь сложнее, потому что это коалиционное правительство, и в рамках социал-демократической партии Шольц подвергается критике. Потом выступила Италия. И я думаю, что вот эти задержки с поставкой леопарда в Польшу, они связаны с этими различными позициями. Я думаю, не просто вот какие-то технические задержки или бюрократические задержки. Есть нюансировка. Нюансировка в смысле санкционного режима, вот шестого пакета санкций. В период, когда решаются такие ключевые вопросы для будущего, ну, разные страны, учитывая свои национальные интересы, они пытаются выторговать для себя что-то. Вот в этих международных институтах или наднациональных институтах, коим является Европейский Союз, например, на самом деле, вот практически никогда не бывает так, чтобы абсолютно гладко вот кто-то приказал, и все приняли. Так что непреодолимых противоречий здесь нет. Это была Татьяна Пархалина, президент Ассоциации Евроатлантического Сотрудничества. До этого Чехия передала советские танки Украине, получила взамен 15 немецких леопардов, но это старые образцы, тогда как Польша требует новейшую технику. Ранее Шольц заявил, что даже несмотря на поддержку парламентом инициативы, Берлин не будет поставлять Киеву боевые танки западного производства, пока это не сделают США и другие союзники. В Москве не раз выступали против поставок вооружения на Украину и говорили, что подобные конвои с техникой будут считаться законными целями. Продолжение следует...